Итак, воплощенное царство. Как оно представлено в Евангелиях от Матфея до Иоанна. Как Ориген говорил еще во II-III веках, Иисус и есть царство. Он является собой воплощение Божьего царства. Я попытаюсь разъяснить это, опираясь на Евангелие от Матфея. И начать предлагаю с родословия. Родословие, тщательным образом описанного, восходящего к Аврааму и представленного тремя оформленными разделами, каждый из которых включает в себя 14 поколений или родов. Понятно, что это далеко не исчерпывающий список, но он подчинен определенной цели. Итак, Евангелие выстраивает нам родословие от Авраама вплоть до рождения Иисуса Христа. Еще одна значительная фигура в этом списке – это, конечно, Давид. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова». В первом стихе. С самого начала евангелист Матфея показывает нам, что младенца, которому должно родиться, нарекут Эммануил, что значит «Бог с нами», что это младенец, который исполнит пророчество из Исаии 7, 14, что этот младенец никто иной, как долгожданный, обещанный царь израильский, сын Давидов, ключ к исполнению обета, данного Аврааму. Благодаря этому родословию и еврейскому характеру данного Евангелия в целом, Матфея занимает первое место в каноне Нового Завета, ведь оно теснейшим образом связано с Ветхим Заветом и служит как бы переходным мостом. В русле нашего обсуждения обратите внимание на то, что в первых же строках Евангелия от Матфея Иисус предстает пред нами как обещанный царь израильский. И об этом свидетельствует не только родословие в Евангелии от Матфея, но и проповедь Христа. И опять-таки мы лишь касаемся отдельных тем, не углубляясь в них, поэтому я озвучиваю только отдельные ноты, целой симфонии. Иисус Христос проповедует о Царстве. Глава 4, стихи с 12 по 17. Матфея 4, 12-17. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею. «И оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Досбудется реченое через пророка Исаию». Это еще одна особенность, характерная для данного Евангелия, Евангелия от Матфея. То или иное событие обозначается как исполнение соответствующего ветхозаветного пророчества. «Земля Завулоновая, земля Нефалимова, на пути Приморском, за Иорданом, Галилея Языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий. И сидящим в стране и тени смертной воссиял свет, разумеется, свет Христов». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное в Евангелии от Матфея и Царство Божие в том же Евангелии, равно как и в других Евангелиях, употребляются, на мой взгляд, взаимозаменяемо. Повторение одного и того же для евреев характерно. Особенно если вы апеллируете к священному имени Божьему, вы называете нечто, что ассоциируется с этим именем, повторяя ту же самую мысль. Отсюда Царство Небесное, сфера присутствия Божьего, то есть Царство Божие. Это тема проповеди Христа, а также ключевая тема – Его учение. Его аллегории раскрывают тему Царства. Матфея 13. Это один из пяти назидательных блоков Евангелия от Матфея, который, вполне возможно, резонирует с пятью книгами Моисея. Во всяком случае, есть такое мнение. Итак, это один из назидательных блоков. Блок назиданий в аллегориях. И здесь нам дан целый ряд прекрасных притч. Для примера давайте обратимся к Евангелию от Матфея, главе 13, стихам с 24 по 30. Итак, Матфея 13, 24-30. Другую притчу предложил он им, говоря, «Царство Небесное, подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевел и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал, «Нет». Чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то и другое до жатвы, и во время жатвы я скажу жнецам, «Соберите прежде плевелы и свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Царство Божие подобно... Эта фраза встречается в Матфея 13 неоднократно. Так может начинаться притча. Притча о Царстве. Главная тема Иисусовых притч. Главная тема Его проповеди и учения. От Царствия свидетельствуют и великие дела нашего Господа. Матфея 12, 28. Матфея 12, 28. Были и те, кто осмеливался утверждать, что Иисус творил чудеса силой бесовской. Иисус парирует этим людям таким образом. Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою. В 28 стихе он продолжает. «Если же я, Духом Божиим, изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царство Божие». Достигло до вас Царство Божие. Это прекрасный пример текста, где речь идет о Царстве Божьем, как о Божьем правлении. Власть Божья проявляется в изгнании беса. Его проповедь, учения, Его чудные дела это показывают. Уместно также вспомнить, что было написано на кресте, на котором Христос был распят. Откровенная насмешка, но по иронии оказалось самой, что ни на есть правдой. Так что было написано на кресте? «Царь Иудейский», так говорится в Матфея 27. «Конец придет тогда, когда Евангелие Царствия проповедано будет по всей земле», согласно Матфею 24, 14. Это еще один знаменитый фрагмент учения Христа. Евангелие от Матфея 24, 14. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия», говорит он, «по всей вселенной, во свидетельство всем народам». И тогда придет конец. И хотя Евангелие от Матфея было написано преимущественно для евреев, уверен, вам это известно, не упускает оно из вида и мир язычников. Евангелие Царства Божьего предназначено для всех, а не только для евреев. Однако те евреи, которые являют собой обновленный Израиль, собранный вокруг своего Мессии, станут теми, кто понесет это Евангелие в мир. Это отражено в стихах, часто именуемых Великим Поручением, Евангелие от Матфея 28, 19 и 20. Одиннадцать же учеников, стихи 16, начну немного выше, пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а некоторые усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Он заявляет это как царь, мессианский царь, наделенный полнотой власти. Он заповедует, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. Исе, Я с вами во все дни до скончания века». Итак, Евангелие должно быть возвещено всему миру посредством обновленного народа Божьего, собравшегося вокруг своего воскресшего царя. Нам не безразлична современная Церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Иисус — воплощение царской власти. И у этого царства, у этого владычества два измерения — настоящее и будущее. Что часто описывается фразой «уже, но еще не». Противоречие «уже, но еще не». Позвольте еще одну иллюстрацию этой мысли и слова из Евангелия от Матфея 11. На этот раз Матфея 11, 12. Говоря об Иоанне Крестителе, Иисус отмечает, «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». В некотором смысле Царство Небесное уже здесь. Однако, возвращаясь немного назад, к Нагорной проповеди и знаменитой молитве Господней, Матфея 6, 10, «Ученики должны молиться так, да приидет Царствие Твое». В Евангелии тому немало подтверждений. Царство уже настало, оно присутствует здесь и сейчас. И все же многое еще грядет. В Евангелии от Матфея и других Евангелиях это и проявление суверенного царственного правления, как Матфея 12, 28, «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Это нечто динамичное, подвижное, событийное. Но помимо этого, как у Матфея, так и в других Евангелиях, Царство Божие есть некая область, территория, на которую мы ступаем. Это сфера влияния, сфера царственности. Например, Матфея 7, с 21 по 23 стихи. Матфея 7, 21-23. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда я объявлю им, «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В Царство можно войти. Это сфера влияния, сфера осуществления Божьего правления. Ну что ж, друзья, прошел уже час, вероятно, пора сделать перерыв. Давайте прервемся до без 22. И далее мы рассмотрим тему «Принятое или воспринятое Царство». Что значит «Жить в Царстве в межвременной период»? Мы посмотрим, что такое осуществленное правление, а затем перейдем к практике. Редактор субтитров А.Семкин